Анализ данных космического телескопа Кеплер привел к открытию экзопланеты, которая по размерам, а также температуре на поверхности оказалась наиболее близкой к планете Земля. Поскольку это экзопланета миссии, как следует из названия, миссии Кеплер, то она была обнаружена космическим телескопом Кеплер, который снабжен высокоточными фотометрическими приемниками и обнаруживает планеты методом транзита. И телескоп Кеплер открыл несколько тысяч звезд. Именно таким методом эта миссия была посвящена как раз поискам экзопланет. Данные, которые сейчас есть у астрономов, позволяют сказать, что она в большей степени похожа на Землю. Расположена в 300 световых годах от Земли, она всего лишь в 1,06 раз крупнее, получает от своей звезды 75% энергии, которую мы получаем от Солнца. Ну, судя по всему, она действительно очень похожа на нашу Землю, то есть там отличие по массе меньше 10%. Существуют и другие экзопланеты, которые близки к Земле по размерам, а также по температуре. Но нет другой экзопланеты, которая так близка к Земле по обоим параметрам, которая находится в обитаемой зоне. С заселением сложнее. Теоретически, да, это возможно. Практически пока наша наука и техника, и технология не обладает никакими возможностями, чтобы отправить межзвездный корабль, отправить человека туда. Но это не значит, что такого не будет никогда. Поэтому, если мы говорим о колонизации планет, условно говоря, экзопланет послезавтра, то, конечно, нет. Если мы говорим о потенциальной возможности заселения этих миров, то, безусловно, да. Подобные исследования проводятся Казанским федеральным университетом с помощью российского турецкого телескопа РТТ-150, установленного в Турции. Такие вещи можно проводить даже на небольшом телескопе на нашей северокавказской станции. И у нас были даже студенческие работы, которые, когда студенты наблюдали, правда, уже известные планеты, они пока их не открывали, но, тем не менее, наблюдали планеты в ходе своих учебных практик. То есть это то, что, еще раз, буквально 25 лет назад это была сенсация мирового масштаба, за которую потом дали Нобелевскую премию. А сейчас, в общем-то, студент на не очень крупном инструменте может исследовать планету вокруг другой звезды, и это не считается чем-то из ряда вон выходящей.